И ребятки, всем привет, с вами Коседа, Валентин Чернов, и в этот раз мы будем не на аккаунте, на котором я на основном, где меня обнулили, а сегодня мы будем на маленьком аккаунте 20 стрелявом мощи, это Димоновский акк, который, собственно, я проспал и тоже его, так сказать, обнулили. Тот аккаунт, на котором 23 миллиона мощи, тот аккаунт, на котором в статистике есть 9,5 потерянных войск, и, кстати, насчет этого я сразу же хочу вас попросить, напишите в комменты. Вообще, если бы вы увидели замок, там, 50 миллионов на контре с такими статами, во-первых, чекаете ли вы вообще стату, типа, да, чек вы, нет, не чекаю, ну и второе, пошли бы вы на такой замок. Я вот, допустим, наверное, пошел бы, потому что я бы понимал бы, что это та ловушка, которая обнулена, а вот навряд ли я бы ждал бы то, что это там 50 лямов, там, отстроенная ловуха, которую когда-то до этого нулили, ну, лично мое мнение. Ну вот, ну и, соответственно, жду ваших комментариев. На этом аккаунте я сейчас нахожусь в гильдии EZV, кто хочет, можете вступать и, соответственно, в онлайне прямо получать ответы на свои вопросы. Чем мы будем... А, кстати, я еще в этом видосе хочу рассказать, типа, самый кайфовый гос, на мой взгляд, для новичков, поэтому, кто хочет это узнать, можете ролик там перемотать на пару минут, я чуть позже об этом скажу. Ну, вот, что мы будем делать на этом аккаунте? Мы заново будем восстанавливаться, у меня здесь 152 тысячи самоцветов, когда появлялся, кстати, сек, я звук отключу, чтобы эта хрень там не квакала, когда у нас появлялся повелитель бездны, мы спустили туда плюс-минус около миллиона энергии, часть на стриме, часть я после стрима спустил, это дало плюс-минус около 50 тысяч звезд, и с этих 50 тысяч мне не упало редких компонентов, когда обновился лабиринт, но упало порядка 40 тысяч самоцветов, что довольно-таки неплохо, это, по-моему, позволит нам отстроить наш аккаунт обратно. У нас есть в больнице практически, ну, не практически, а фулл забитые Т2, это Т2 пехи, их там 550 тысяч, соответственно, для того, чтобы у нас ловушка была, первая линия полностью готова, нужно еще 450к, как раз-таки где-то 100 тысяч, а может быть даже 80 хватит на то, чтобы это восстановить, но для этого нужны ресурсы, поэтому сейчас на трех аккаунтах я собираю ресы прям 24 часа в сутки. Еда здесь есть, но нету других ресов, поэтому пока что я строиться обратно не буду. Ну и вдобавок, если, допустим, я потрачу 80 тысяч самов на Т2, мне еще остается как минимум по 4 миллиона Т1 натренировать, а это вам не хухры-мухры, на это нужны либо ускоры, либо самоцветы, ну и вдобавок, конечно же, опять же, миллионы ресурсов. По ускорам, по самоцветам, точнее, у нас все понятно, останется порядка 70 тысяч, ну, даже 80, потому что через 2 дня у меня подойдет сокровищница. И по ускорам, кто-то там на стриме насчитал, сказали, что у меня там 56 дней ускоров, ну, опять же, это очень-очень-очень мало. Хоть у меня сейчас и нет лидера, но, допустим, мы тренируем лучников Т1, 8 часов они будут трениться 5 тысяч, соответственно, 80 часов это 50 тысяч, 800 часов 500 тысяч. Кто хочет, короче, может посчитать, насколько там мне 56 дней хватит, но мне кажется, мне даже на миллион не хватит. По поводу слива самоцветов, самоцвет пока неоткуда сливать, у меня нету самов на двух других аккаунтах, чтобы закрыть ПГ, я даже на основе отменил половину сокровищницы, то есть там 15 дней прошло. И чтобы хорошо справиться с ПГ, мне пришлось ее отменить. Соответственно, мне там нужно набить сейчас порядка 30 тысяч самоцветов, чтобы обратно их залить в сокровищницу, и при этом всем самов у меня опять-таки не будет. Поэтому, кто хочет помочь этому аккаунту, все ссылочки там, киви, карта будет в описании, если хотите, то мы, конечно же, это будем приветствовать. Все будет тратиться в аккаунт, будем опять донатить. Но сам я донатить не хочу, поэтому, кто хочет, тот помогает. Не хотите, не надо там писать, ууу, блять, просишь донаты. Ой, я уже видел эти комментарии, прям орнул с этого. Типа, ладно, окей. Че еще хотел сказать? А, по поводу ГОСа, короче, смотрите, всем новичкам вообще, которые сидят, такие думают, типа, ну, блин, а где мне начать, в каком ГОСе, а что мне делать? Кстати, стой, тотемчик. Почему бы нет, да? Вы поняли? Тотема, сколько он стоит уже? Блин, давайте, он стоит здесь час двадцать. Три часа назад апнулись мобы, час двадцать спустя стоит тотем. Я сейчас нахожусь в 54 ГОСе, я, конечно, во многих ГОСах был, в 19-м, в 54-м, короче, их, наверное, больше 50, я, наверное, очень много за пару лет этих ГОСов перевидал. Но 54-й в моем плане это самый классный ГОС. Почему? Во-первых, здесь очень мало людей. Когда я мигрировал на этом аккаунте сюда, это было примерно месяц назад, в этом ГОСе я был сразу же на 4500-м месте в Колизее, то есть тут 4500 типа играющих людей плюс-минус, половина из них гварды, наверное, поэтому людей, играющих будет около 2000. И полторы тысячи из этих вот 2000, это твинки, боты и заброшенные аккаунты. Играющих людей здесь может быть около людей 500 плюс-минус, на мой взгляд, максимум. Это все они сосредоточены вот в этой вот семье, это гильдия ГЦВ, ГЦЦ, ГЦ, что-то там еще есть. И, как вы видите, в этом ГОСе здесь даже пятые плитки пустые. Пустые пятые плитки, стоят ивентовые мобы, тотемы и прочая вот эта вот дичь. Далее. Соответственно, если мы имеем 5000 человек в ГОСе, из них половина фермы, даже учитывая, что у меня синий-зеленый, ну там один локий золотой донатный герой, и они еще 57-го уровня, и у меня мощь 20000, я держу 1200 место в Колизее. Это 58 самоцветов раз в 3 часа. Хоть хотите сказать что-то мало? Это прекрасно. И для развивающейся гильдии, на мой взгляд, это прямо вообще отлично. Вас никто не сгоняет из ресов, потому что здесь банально некого. Вы сидите, строитесь. Да, здесь нету как такового пвп-контента, но в этой игре, чтобы получить пвп-контент, нужно сначала открыть там Т4, набить кучу ресурсов, поднять свои статы. И как раз таки, вот на мой взгляд, 54-й ГОС, это на мой взгляд, блин, просто самый крутой. Поэтому, если кто-то хочет выбрать ГОС и ищет ГОС, который действительно мертвый, пожалуйста, могу посоветовать 54-й. Даже спустя, наверное, месяцев 5, наверное, прошло с того момента, как я сюда мигрировал, ну, еще в первый раз, на протяжении 5 месяцев здесь изо дня в день ничего не меняется. Куча топов, все сидят, АФКшат, растят свои жопы, так сказать, тренировка и войска. Рядом свободные плитки. Кстати, это то же самое касается и плиток с самоцветами. Короче, ГОС просто бомба. И в этом ГОСе, наверное, самое классное, это будет как раз таки развивать этот аккаунт. Да, сейчас здесь нету лидера. Мне нужно еще 2 дня. Как я странно это сказал. Я написал вот этому парню, типа, верни плес лидера. На чем он мне сказал, типа, пошел ты нахуй. Типа, ничего, я тебе не дам. Поэтому мы стоим без лидера. Как только лидер появится, я дальше продолжу собирать ресурсы. И дальше будем, собственно, отстраиваться. Что у нас тут есть на этом аккаунте? У нас 0 экономика. Охоту на монстров Димон вкачал до охоты, до вторых мобов. У нас здесь все в основном вкачано в войска. И немного прокачана защита, чтобы внутри не ловровать ловушки. И не получить той ситуации, которая была на моем основном аккаунте. У меня там 0 потерянных ловушек. Даже при учете, что там было 430 миллионов мощь. Здесь у нас ловушечки есть. Не помню, правда, строил я их или нет. Скорее всего, нет. Но, во всяком случае, они открыты. И в ближайшее время они здесь появятся. По поводу военной технологии. Я почему-то думал, что здесь 1099. Но по факту нет. Здесь 998. И поэтому в ближайшее время я здесь буду качать свою технологию. Хотя ускоров на исследовательство здесь довольно-таки мало. Здесь хорошие камни. Это сине-фиолетовые. Но как хорошие? Они хорошие для 23 лямов мощи. Но при учете того, что в эти камни влито плюс-минус 70 тысяч рублей. Это вообще нехорошие камни. Кайф Айджи Джи. Просто убили всю мораль. И за счет этого потеряли одного донатера. Ну, блин, ну это пипец. Кто помнит вот эти вот открывания камней, с которых нихерашеньки не падало. Ставьте просто плюс комменты и пишите Айджи Джи и Найс Донат. Как бы, блядь, даже с донатом невозможно что-то сделать. Потому что тупо ничего не падает. И что-то я еще хотел рассказать, но пока что не могу вспомнить чего. А, ну и шмотки в некотором плане я хотел показать. У нас тут есть уже какие-никакие. Огнеупорная броня есть синяя. Точнее, зеленая. Здесь до синей не хватает. Либо трех зеленых, либо одной синей. Мы ее сделаем в синь. Здесь есть сотовые поножи. Здесь есть вот эта вот темная гида. По шмоткам здесь довольно-таки все неплохо. И если перейти в соединение материалов, что можно посмотреть? Во-первых, здесь есть угли. Мне кажется, какие-то шмотки из простых ресурсов можно поднять до оранжа. Здесь есть нимбы. Да, их мало, но в некотором плане они есть. Здесь есть пчела. Здесь есть троянский конь. Здесь есть глаза, даже три фиолетовых. Рина здесь в принципе окей не нужен. Здесь есть кровопийцы, проклятые черепы, мутировшие мозги. Короче, компонентов здесь довольно-таки много. Здесь даже алые гривы есть, хотя понятия не имеют, куда они вообще взялись. Семь и шпоуш. Короче, по шмоткам здесь получится все годное. Единственное, что здесь не хватает, это ускоров, ресурсов и самоцветов. Поэтому сейчас максимально прям вкладываюсь в это. Формлю ресурсы, миллионами их просто зарабатываю. У меня сейчас три аккаунта собирают рез, и это прям вообще жесть. Самое дебильное, что когда завтра, допустим, я выйду на работу, мне придется между этими тремя аккаунтами переключаться. Это прям беда. В общем-то, как-то так у меня проходят сейчас мои дни. Напишите, как проходят ваши дни. Давайте посмотрим, чем занимаются оставшиеся, так сказать, лорды и леди в этой игре. Ну и будем дальше оживлять, так сказать, соло-ловушку. На мой взгляд, они все еще актуальны, даже при учете того, что там вышла куча обновлений с фамильярами, с боевыми и так далее. Хорошая ловушка на хороших статах все равно соло прибиваться не будет. Ну, я так думаю. Ну, разве что там 800+. Но если на вашей ловушке там 40-50 миллионов мощи, вы спокойно можете улететь там в ГОС, который только что открылся, и ловить там игроков до 500 лямов мощи там. Вот, короче. Что-то я уже затянул на 10 минут, в принципе, бессмысленных диалогов. А, и вот, что еще хотел спросить. Как вы смотрите на то, чтобы вернуть рубрику и ежедневный видос? Если я буду точно так же выкладывать какие-то разговорные ролики, хотите вы это, будете ли вы это смотреть? Если да, давайте наберем там 250 лайков и, окей, я буду по несколько роликов в день прям записывать разговорного контента. Короче, потому что другого никакого я пока что снять не могу. Ну, вы сами понимаете. Раз аккаунт обнулен, два аккаунта обнулен, третий, и там вообще, в принципе, войска нет. Ланя, ребятки, спасибо большое, что посмотрели, вы топ. Всем, всем бы мог бы поставить лайки. С вами был Кексидаваля Чернух. Всем пока.